Здравствуйте, все. И для вас это был уже очень длинный день. Я думаю, что все устали. Я постараюсь закрыть нашу дискуссию, нашу презентацию, с одной стороны, а с другой стороны, ответить нескольким образом на очень важные вопросы. И я полагаю, что это очень частая ситуация, с которой мы сталкиваемся в нейроонкологии. По большому счету, это ситуация, по которой у нас меньше всего данных, и очень большое количество дискуссий, и наименьшее количество, наименьший консенсус достигнут. Итак, у меня нет конфликта интересов. В рамках данной презентации о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о метастазах в головной мозг, которые возникают в 10-30% случаев. И фактически все мы, скорее всего, сталкивались с подобными пациентами. Очень часто это метастазирующая меланома, РМЖ или рак легкого. И другие, фактически почти что все опухоли любой локализации могут продемонстрировать подобное метастазирование. И мы можем сказать, да, но мы же с вами говорим о первичных лимфомах в ЦНС, мы говорили о медалобластоме, мы говорили обо многих случаях очень сложных. Но метастазы, сами по себе, это всего лишь проявление заболевания. Это не заболевание, не первичная опухоль. Но, тем не менее, если у нас метастазы в кости или в печень, то в этом случае мы должны их изучать, и мы их воспринимаем как рак. И мы должны прекрасно понимать, что происходит над ключицей, и каким образом можем контролировать подобное заболевание. Итак, надо сказать, что наша терапия будет продиктована тем, какое стадирование заболевания, какая локализация. Это, по большому счету, метастазы, куда, в какой отдел головного мозга будет определенная вариабельность клиническая. И я могу сказать, да, хорошо, давайте исключим мозг. Но если это олигометастатическое заболевание, то в этом случае мы можем его контролировать. Но в то же самое время это заболевание и ситуация, и должны ли мы идти в мозг. Это распространение заболеваний, потому что, поскольку мы видим метастазы в головной мозг, это не означает, что абсолютно вся опухоль, все опухолевые клетки уничтожены. Соответственно, мы должны это рассматривать как системное заболевание. Мы должны посмотреть за пределы головного мозга, за пределы того места, где располагаются метастазы. И, безусловно, терапия. Терапия должна отвечать на риск рецидива, на агрессивность, на стадию. И мы очень хорошо оперируем статистикой. Мы можем сказать, ну, статистика показывает то или сё. Но мы очень плохи, когда мы говорим о прогнозировании каких-то конкретных случаев. Я вам хочу продемонстрировать то, что мы несколько лет назад проанализировали на очень большой выборке на базе данных, по большому счёту. Посмотрели на самые важные параметры того, кто из пациентов справляется лучше, кто из пациентов справляется хуже. И что мы можем увидеть иногда. Мы смотрим слишком оптимистично, а иногда мы, наоборот, бываем слишком пессимистичны. И у нас было определённо, конечно, пациентов, которые хорошо справлялись с метастазами в головной мозг. И мы, конечно, хотим, чтобы их было больше. Это, так скажем, очень отобранные данные. Это были пациенты, у которых был СРС. И мы ожидали, которых лечили при помощи СРС. И нам, конечно же, нужно выявить пациентов, которые получат преимущество. И тогда мы хотим для них сделать больше. И мы хотим идентифицировать пациентов, где мы должны придержать коней. Потому что, честно говоря, у нас будет выживаемость, которая в лучшем случае достигнет недель. Если у нас выживаемость меньше трёх месяцев, я не уверен, что какое-либо противоопухолевое лечение должно предоставляться подобным пациентам. И много очень мифов, так скажем, по поводу метастазов в головной мозг. Прежде всего, не все гистологии абсолютно одинаковы и равны. И когда мы говорим о метастазах в головной мозг, я вам покажу потом ещё слайды, которые показывают нам, что, когда мы получаем гистологию, мы очень часто получаем информацию, так скажем, ложную или ещё больше сбивающую нас толку, потому что не всех нужно лечить одинаково, как я показывала в случае с стереотоксической радиохирургией. И надо сказать, что не везде мы можем сделать прогноз. Биология играет огромную роль. И кинетика также показывает, как быстро будут расти эти метастазы, и как быстро они будут развиваться. Ирригация – это стандарт терапии, и надо сказать, что она очень большой вред наносит. И я могу сказать, что это связано с срочной токсичностью. И есть определённые симптомы. Как насчёт скрининга? Нужен ли нам скрининг? Я знаю, что скрининг, скорее всего, нужен. Но до того, как мы начинаем лечить рак лёгкого, например, или РМЖ, мы должны убедиться в том, что нет метастазов в головной мозг. Да, есть такая тенденция, и мы это делаем. Но есть, тем не менее, пациенты, которые умрут в течение трёх месяцев, и мы должны сфокусироваться здесь просто на качестве жизни для этих пациентов. Фармакотерапия не является для них хорошим выбором, поэтому мы сконцентрируемся на лучевой терапии в данной ситуации. Итак, давайте посмотрим на некоторые из этих утверждений. Итак, все гистологии равны, и мы можем на них полагаться. Вот есть коллеги, которые посмотрели на 100 самых цитируемых статей по поводу метастазов в головной мозг. И если я посмотрю на первые 50 всего лишь, то я сразу обнаружу, что только 15% всех этих публикаций специфически были посвящены РМЖ или раку лёгкого и метастазов, и описывают метастазы. И что самое важное, РКИ, большие, так скажем, группы с большими выборками, это 11 РКИ из всех вот этих полагались на гистологию. То есть, по большому счёту, все гистологические исследования не являются, они не все одинаковые, не все являются достоверными. Миф заключается в том, что внутричерепной контроль, метастаз очень важен для качества жизни. Давайте посмотрим и на этот миф. Позвольте мне продемонстрировать вам ещё одну публикацию, ещё одну статью от той же самой группы, которым было интересно посмотреть на серию токсической радиохирургии. Посмотрите на выживаемость пациентов с и без контроля, внутричерепного контроля метастаза. Нет разницы в общей выживаемости. Качество жизни, безусловно, не рассматривалось в данном исследовании. Но здесь я хотел бы перефразировать моего друга из Соединённых Королевств, который говорит о том, что если пациент умер, неважно, был ли у вас контроль метастаза или нет. Поэтому с точки зрения перспектив, вы должны посмотреть на всего пациента, не только на его головной мозг. И вы должны посмотреть на качество жизни в том числе. И что мы делаем сегодня? Что мы делаем сегодня, когда мы не облучаем весь головной мозг? Мы, прежде всего, делаем ли мы резекцию или стереотоксическую радиохирургию, применяем. Надо сказать, что в любом случае мы смотрим на возможности лучшего локального контроля, на также отсроченную рецидив и на общую выживаемость. И здесь нет никакой разницы. Итак, неважно, сколько вы прилагаете усилий для контроля внутричерепного, для контроля внутри головного мозга. Каждый раз. Это рутинная хирургия, стереотоксическая или лучевая терапия. И если у пациента симптомы, если это симптоматический пациент с симптоматическими очагами, или можете ли вылечить в принципе системно все его онкологическое заболевание, либо это некая совсем уже запущенная поздняя стадия, и тогда это будет сохранение приемлемого качества жизни. Давайте посмотрим еще на литературные источники, на то, что мы увидим по качеству жизни. Здесь опять-таки очень небольшая выборка. То, что касается метастаза в головной мозг, здесь у нас не очень много публикаций. Если вы посмотрите на облучение всего мозга, то в этом случае есть некоторые публикации, которые говорят, что есть улучшение в качестве жизни. Но если мы посмотрим на углубленный анализ качества жизни, то в этом случае вы как раз увидите, что здесь ухудшение, потому что ухудшается качество жизни, ухудшается соматическое состояние, и симптоматика у пациентов как раз гораздо более выраженная. И если вы посмотрите на улучшение, вот здесь говорится о том, что есть улучшение по симптомам метастаза в головной мозг, и есть данные, которые показывают, что улучшения нет, это как раз напротив ухудшения симптомов. Соответственно, если мы лечим метастазы как отдельное заболевание, то в этом случае мы получаем вот такие данные, разнящиеся. И мы очень часто предоставляем фармакотерапию этим пациентам, тексаметазом, например, слишком высокими дозами или слишком длительный период, и очень часто нам нужно сократить эту терапию, особенно если мы сократили основную опухоль, если у нас нет отёка обширного, то в этом случае вы можете отменить эти препараты быстрее, и таким образом пациент меньше страдает. И затем противосудороговые препараты являются профилактическими, очень часто применяются профилактически, но в этом случае, я считаю, это неправильно, их нужно давать только в том случае, если у пациента судороги возникают. У нас есть также коллеги, особенно в Соединённых Штатах, Бина Гонди и доктор Браун, которые смотрят на, исследуют тот момент, как можно профилактировать ухудшение когнитивной функции у этих пациентов. Вот это было одно из исследований, каким образом можно это профилактировать, например, избегать повреждений гиппокампа при лучевой терапии. И вот это было исследование, это были пациенты, которые получали облучение всего головного мозга, и они старались избежать облучения гиппокампа, таким образом сохранялась несколько дольше когнитивная функция. Но давайте посмотрим на 261 пациента. Вначале были набраны в это исследование. 25 из них, это были пациенты, которые всё ещё сохраняли, которые выжили и сохранили когнитивную функцию. Соответственно, насколько это разумно, и медиана выживаемости была всего лишь 6-7 месяцев в этом исследовании, поэтому оно в самом начале нам нужно постараться идентифицировать пациентов высокого риска, и нам нужно идентифицировать тех, кто получит преимущество от, так скажем, более разумной лучевой терапии. Здесь, например, при такой выживаемости потеря памяти не играет очень большую роль, мне кажется. И лечение метастазов в головной мозг, отличается ли это от метастазов в другие органы? Да, безусловно, мы должны прежде всего посмотреть на вот такое обзорвационное исследование. Давайте посмотрим. Прежде всего, у нас почва другая, другая абсолютно среда в головном мозге. мы не можем так проникнуть туда, как метастазы проникают туда глубже гораздо. Никуда они так прорезти не могут глубоко, как головной мозг. И по большому счету мы можем сказать, что у нас... Это хорошо, что у нас есть гематоэнцефалический барьер, потому что в противном случае у нас бы их было гораздо больше. 80 процентов, 30-35 процентов нашего кровотока, который заходит в головной мозг, и 80 процентов в мозжечке, и при этом 15 процентов в мозжечке, и 80 процентов идут в полушарие. И надо сказать, что и в головной мозг, в ствол поступает 5 процентов. И по большому счету именно поэтому у нас так часто возникает метастазирование в головной мозг. И если бы не гематоэнцефалический барьер, то метастазы возникали бы в гораздо большем количестве случаев. Опухолы клетки, распространяются и путешествуют по капиллярам и могут застревать в капиллярах. И они очень активно проникают через гематоэнцефалический барьер и не являются полностью интактными. И вполне возможно есть определенная привилегия иммунной системы в головного мозга, которая позволяет нам, позволяет этим клеткам гораздо легче распространяться и заниматься вот такой инвазией, захватывать новые территории. И у нас много сосудов, которые позволяют им проникать через гэп, поскольку кровоток питает структуру головного мозга. И сам по себе гэп это очень узкие дорожки, очень узкие, так скажем, тесно прилегающие друг к другу системы. И соответственно, у нас есть механические пути, которые стоят на пути этих клеток, но при этом есть и транспортные механизмы. Эти транспортные механизмы позволяют препаратам также заходить в головной мозг и с одной стороны, а с другой стороны и опухолевым клеткам тоже. Я говорил уже до этого, что когда мы говорим о метастазировании в головной мозг, и когда есть метастазы в головной мозг, мы всегда думаем о микрометастазах. И они и так, и надо ли их лечить? Да, их надо лечить. Но это лечение должно безусловно скоординировано быть с молекулярным профилем. Мы не должны грести всех под одну гребенку, потому что мелкоклеточный рак и мелкоклеточный рак это не одно и то же. И мы должны понимать подтипы, мы должны прекрасно понимать, какая терапия кому подходит. И безусловно, мы должны полагаться на ГЭП в подборе терапии, потому что в конце концов именно он обеспечивает эффективный доступ препарата в головной мозг. Моноклональные антитела не, кстати, пересекают и это нужно помнить. Я бы хотела вам дать несколько примеров из литературных источников. Я могу на самом деле несколько часов рассказывать вам подобные клинические примеры, рассказывать вам в клинических исследованиях. Давайте посмотрим на апоклитаксель, который является стандартом терапии во многих местах, во многих клиниках. при лечении метастазирования при немелкоклеточном раке. И биосизюмаб это молоклональное антитело, и они использовали вот такой режим терапии, который был одобрен в 2008, по-моему, году, приблизительно в это время. И что я хотел бы вам здесь продемонстрировать, прежде всего вы видите здесь ответ. все пациенты отвечают с точки зрения первичной опухоли и метастазов головной мозг. Опять они отвечают на эту терапию. Я думаю, что ни одного почти что пациента видите, мы не потеряли в этом смысле с точки зрения ответа, они все отвечали. и это абсолютно удивительно. Это исследование проводилось у бессимптомных наивных терапии пациентов с метастазами головной мозг. И кто же будет лечить бессимптомных пациентов? На самом деле сегодня мы лечим все больше и больше бессимптомных пациентов, потому что мы их идентифицируем, поскольку мы проводим скрининг перед тем, как назначить химиотерапию по поводу первичной опухоли. Поэтому мы выявляем все больше и больше метастазов головной мозг сегодня, которые мы не выявляли ранее. И если вы посмотрите на выживаемость, то выживаемость действительно 7 месяцев безрецидивная и 13 месяцев общая выживаемость на этой терапии. И вот это таргетная терапия. она есть у нас в руках. Сегодня это ингибиторы ALK второго поколения. И вы видите, что здесь публикация больше 1200 пациентов была скринирована в этой РКИ. Включено 354 пациента. И исследование сравнивало ингибиторы ALK у пациентов с неблагоклеточным раком легкого, с кризотенебом. И смотрели на проникновение через ГЭП. И здесь вы видите как раз то, что вы видите, это встречаемость метастаза ЦНС. и вы видите, что через 12 месяцев 41% пациентов на кризотенибе показывает выживаемость по сравнению с 12 месяцем на АОК ингибиторе. То есть все эти пациенты М7 было сделано МРТ головного мозга до включения. У них не было метастазов головного мозга на тот момент. Соответственно у нас может действительно этот препарат влиять на развитие микроскопического метастаза в головной мозг. Бриготиниб это также ингибитор АЛК третьего поколения. И здесь вы видите уровень ответа как раз метастазов внутри головного мозга и за пределами головного мозга. И это приблизительно это было 90 миллиграммов до 80 миллиграммов стандартная доза. И пациенты ответили все у кого были метастазы головного мозга. Здесь несколько ниже уровень ответа на терапию. Потому что мы использовали критерий резиста. Это 30% ответа. Но здесь не было роста и развития метастазов у этих пациентов. То есть не было лучевой терапии. Общая выживаемость была схожа с нашими ожиданиями. Посмотрите, здесь у нас медиана выживаемости в два года. И здесь есть так скажем отсроченные эффекты. Мы снизили токсичность от потерю когнитивной функции, потерю памяти от облучения всего головного мозга, потому что ее не было. И все еще не был коклеточный рак легкого, исследование флаура. Здесь вы видите ингибиторы и GFR. Абсолютно точно у пациентов с метастазами в ЦНС, так же, как и у пациентов, у которых их не было. Вы видите здесь по данным графикам улучшена безрецидивная выживаемость и также выживаемость с общей выживаемость у пациентов, у которых были метастазы в головной мозг, они также были включены в это исследование, были рандомизированы внутри исследования, что важно. И я очень быстро перейду теперь на меланому. Здесь вы видите B-RAF позитивные пациенты, которых лечили комбинацией препаратов. Давайте посмотрим на когорту А. Нет хирургического вмешательства, нет лечения по поводу метастазов в предыдущем периоде, и почти все пациенты, кроме двух, ответили на терапию. И точно вы можете забыть здесь и о хирургии, и о лучевой терапии. системно лечите пациентов, или по крайней мере вы начинаете системной терапии, и потом переходите на другие возможности, если вы хотите что-либо консолидировать на более поздних этапах лечения. И вы посмотрите на общую выживаемость, она достаточно хорошо подтверждает то, о чем мы говорили до этого. И я уже говорил о том, что есть определенные иммунные подоплеки, и мы можем с вами посмотреть как раз на примере меланомы, и я покажу вам также немелкоклеточный рак легкого в данной публикации. Иммунотерапия здесь с пенземабом, вы видите здесь тех пациентов, которые ответили и не ответили на терапию и тем не менее вы можете затем перейти к лучевой терапии и вы получите еще определенное количество пациентов, у которых будут хорошие исходы в долгосрочной перспективе. Но самое главное, чтобы они не получали стероиды одновременно с этим, потому что вы, конечно же, не хотите вести машину с одной ногой на педали газа и другой ногой на педали тормоза. Поэтому вам нужно выбирать здесь, и вот это та же самая группа, которую я показал. Это не велкоклеточный рак легкого, а здесь меланома. И вы видите ответ, они отвечают достаточно хорошо и со стороны ЦНС, как и со стороны метастазов в другие органы. Либо они отвечают, либо они не отвечают на терапию как таковой. Но нет никакой разницы в объективном ответе между метастазами в головной мозг и нет разницы между теми пациентами, у которых не было метастазов в головной мозг. Были метастазы в другие органы. И соответственно есть определенные препараты, которые не проникают через ГЭП. Это моноклональные антитела, это токсаны, доксорубицин, это венка алкалоиды. И есть те, которые проникают это ТКИА, например, и не все они проникают через ГЭП в одинаковой степени, как было продемонстрировано в разных исследованиях. гистология метастазов скажем так не одинакова. Я хочу вам показать некоторые данные по облучению всего мозга, при этом чтобы не углубляться в тему лучевой терапии, поскольку совершенно отдельная тема. все еще терапия делается и во многих исследованиях все еще они сотрются современным критерием, даже если не было современных критериев, гистология не перерасматривалась, опухоли не описывали и исследования были чайно низким статистической мощностью. и прогноз метастазов мозга могут имитировать могут повторять при системной терапии. Если вы используете лекарственную терапию, она может быть эффективной в мозге, но если она неэффективна в мозге, она может быть также неэффективна во всех остальных системах органах. То есть если они неэффективны для метастазов мозга, то они неэффективны в других регионах. Также Вам нужно посмотреть на общую стадию пациентов, на потерю веса. Нам нужно исключить агрессивную терапию пациента, у которого осталось всего 3 месяца жизни. И нам нужно идентифицировать молекулярные характеристики опухоли с той, естественно, историей, которая может выживать к сроку заболевания, при котором может составлять достаточно большое количество времени. И мы должны понимать, что мы сейчас все больше и больше узнаем, как открывать, скажем так, ГЭП, и мы будем разрабатывать больше препаратов, которые действительно могут быть эффективны при лечении поражений мозга. На этом я хотел бы закончить и поговорить о вас за ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.